Давай сначала посмотрим, как ты ходишь, чтобы потом сравнить. Договорились? Давай. Отлично, нам этого хватит, пойдем. Сама ощущаешь, как идешь? Неудобно, да? Ну, после диспорта он начинает. Расскажите нам. Ну, у нее правосторонний гемпорез идет, с пастиком мышц. Недавно поставили диспорт, он начал действовать, ему вывернуло ногу, поэтому я к вам обратила, чтобы ЛФК выпить. То есть нам нужно сейчас ЛФК. А как давно проблемы? Проблемы года, чуть больше года начались. А до года все было хорошо? Да, все идеально. А что было в год? Что делали? Ну, она переболела ОРВИ, обычной ОРВИ. То есть это дало, произошел лакунарный инфаркт головного мозга и пошло на этот. То есть проблема пошла с головы? Да. И сейчас у нее? Сейчас у нее с пастика идет. По правой стороне? По правой стороне. А левая сторона? Левая сторона нормально. Хорошо. Она всегда так сидит? Да. И сидела так всегда? Ну, всегда. Угу. Пойдемте сюда садитесь. Нет, нет. Она там сидит. Вы сюда садитесь. Начинаем с мамы. Дайте. Ручкой вверх. Показываю. Дайте. Дайте. Дайте вверх. Дайте. Мышца работает. Работаем через мышечное тестирование. Я через вас считываю показания о вашей дочери. Окей? Я не смогу ее протестировать ввиду того, что она не понимает, что я от нее хочу. Это первое. Второе. Вряд ли я там что-то смогу протестировать. Ну, неудобно, во-первых, в платье. Во-вторых, ну, у людей, у которых есть определенные нарушения мозговые, они просто только не поймут, что от них хочу. Дайте символы. Положим ручку на ребенка. Дайте в потолок. С ребенком все как будто хорошо. Дальше. У меня есть табличка. Рефлексы. Первые рефлексы трегиминальные. Я про них не рассказывал. Это рефлексы лица. Тройничного лицевого нерва. Даем. Есть нарушения по правой стороне. Мышца ослабла. Понятно? Себе пишу бумажку. Ну, маркер. Региминальные. Право. То есть, это говорит оба активности рефлекса. Сколько ли, девочки? Девять. В этом возрасте не должно этого быть. Просто рефлексов не должно быть в этом возрасте. лево. Если я работаю гимнастикой, мне нужно гасить трегиминальные рефлексы лица. Понятно? То, что мы с вами разбирали. Гасить. Смотрю дальше. Хорошо. Кто у меня идет? В защитный рефлекс. Да, пошли? Старт рефлекс. Угу. Даем. Хорошо. Даем. Старт рефлекс активен. Работает мышца. Видишь, не выключается. Пишу себе. Старт рефлекс. Те предыдущие тоже два. Она живет на рефлексах в данном случае. Просто на рефлексах. РППС не найду. Почему? Потому что старт активен. Вот на это раздражение. Рефлекс Моро попрошу. Постараюсь найти. Глазки закрыты. Голова назад. Так посиди. Давить. Моро активен. Все может открывать глазки. Какой следующий рефлекс? Степулярный. Лабиринтный. Лабиринтный. Давай посмотрим. Твоя задача смотреть глазками на тот стул. И ни в каких условиях, чтобы глазки не отрывались от стула. Ок? Не отрывай глазки. Не отрывай глазки. Не отрывай глазки. Прям на стул. Прям на засмотри. Не отрывай глазки. Голово тебе круто. Поверачивай голову. Глазки не отрывай. Не работают они. Дайте. Дайте. Не работает у него глаза вместе с головой идут. То есть тонический лабиринтный рефлекс не работает. Надо наоборот включать. Надо включать. Дальше. Какой рефлекс? Билатеральное. Билатеральное движение рука, нога. Глазки закрой. Давить. Тоже рефлекс. Она ведь вся в рефлексах. Откуда мне начать? Если она вся в рефлексах. Логично же. Включен. Да. Она живет на рефлексах. Единственное, чего у нее нет, это лабиринтных рефлексов. Нет. То есть нервная система работает какими-то обходными путями. Лабиринт не работает какой-то. Поэтому все остальные рефлексы, как результат, компенсация на вот это нарушение. Теперь смотрим внимательно. Дегиминальные рефлексы. Здесь не написано. Продолговатый мозг. Ствол мозга. Старт рефлекс. Продолговатый мозг. Ствол мозга. РППС. Спиной мозга. Его нету. Моро. Ствол мозга. Шейное утолщение. Лабиринтные рефлексы. Можечок. Ствол мозга. У нее поражение начального мозга. Как и было мамой описано. Значит, ее мозг не умеет работать. Вот как надо, он не умеет работать. У нее будет спастика. Потому что нервная система работает обходными путями. Вот что происходит. Вообще в идеале в этом случае надо череп сначала править. А потом рефлексы. Но если вы не умеете править, то вы начинаете с лабиринтных рефлексов. Почему? Потому что их нету. И надо лабиринтами наладить. Пойдем сюда. На спинку ложись. Для этого у вас вот здесь написано ствол, спинной мозг. Если бы я вот этого ничего не нашел по мышечному тесту, а вот здесь бы нашел типа спинной мозг, рефлекс галанта, я бы в голову не лез. Понятно? Я бы работал со спинным мозгом. Может быть блокировка ПДС, может воспаление симпатического ганглия. Может какая-то околовертебральная или в самом спинном мозге проблема. Глазками смотри вверх. Строго-строго вверх. На одну точку, понимаете? У нее в среднем положении, когда она делает, у нее глаза тык-тык, тык-тык, смещается. То есть лабиринт не работает у нее. Сейчас посмотрим. Шейный сегмент заблокирован, C012. Здесь блок стоит. Значит, у нее позвоночная артерия зажата, причем с двух сторон. Питание мозга будет нарушено. Средний шейный отдел, тоже блок стоит. Вот и уровень C4, C3-4. Больно, да, здесь? Значит, у нее диафрагма будет плохо дышать. Понятно? Моро будет активнее. Для чего? Чтобы дышать. Чуть повыше ножка мне. Сейчас смотри, что мы будем делать. Твоя задача – смотреть строго вверх. Я буду поворачивать твою голову. И мы будем смотреть, что поменяется. Окей? Только вверх. Только вверх. Только вверх. Только вверх. И еще раз. Нет. Только вверх. Нет. Только вверх. Я голову буду вот так наклонять. Вверх. Все. Расслабься. 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 Сейчас просто ручки держу на черепе, потому что часто очень реагирует череп на такую провокацию. Но я просто помогаю ему быстрее прийти. Ничего здесь нет. У меня есть апатия. Ничего. Моя задача – просто косточки подержать. Опять беру маму. Пойдем. Просто за нее возьмите с ручкой. Дайте вверх. Твоя задача – только вверх смотреть. Вот уже хорошо. Дайте. Появились рефлексы. Понятно? То есть до этого не было. Рука не слабла. Сейчас лабиринтный рефлекс у нее работает. Задача – перевести лабиринтный рефлекс. Какой рефлекс? Установочный. То есть чтобы глазки стали управлять. Смотришь на карандашик. Поворачиваешь только глазки. Теперь глазки оставила в этом положении. Нет? В этом положении. Да. И поворачиваешь голову теперь. Медленно, медленно, не торопись. Поворачивай, поворачивай, поворачивай. Голову, 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 голову. Все. Кашлять захотелось? Останьте здесь, посмотрим, что поменялось. Расскажи нам, поменялось что-то или нет, что поменялось. Расскажи нам, поменялось. Молодец, молодец. Уже хорошо. Коленочки, посгибай. Молодец. Умница, болезнь. Молодец. Походи. Боль меньше стала? Осталось? Два раза сделал. Это домашнее задание еще не делаем. Центр тяжести поменялся просто-напросто. И нога в сторону не убегает, видишь? Она стала возле... Окей, следующий рефлекс какой? Билатеральный. У нее более активный тридиминальный рефлекс. Но так как тридиминальные рефлексы идут раньше, нет смысла идти на движение. Потому что тридиминальный на седьмой неделе формируется абилатеральное движение конечности чуть позже. Поэтому у вас в последовательности стоит тридиминальный самый первый. Самое богатое движение мускулатуры – это лицо. Нет смысла выходить на ноги и лечить там ноги, потому что лицо не работает. Точнее не так, у нее активные рефлексы, их надо убрать просто-напросто. Зубы же не дергали? Ну, молочные, а так нет. При вырывании зубов рефлексы активируются. Всегда спрашивайте про зубы. Ну, ломбировали зубы, да. При ломбировании у взрослых людей при имплантах, при коронках они сразу начинают активироваться. Это говорит о том, что соматическая нервная система перестает активно регулировать этот участок. А участок начинает регулироваться вегетатикой. Пойдемте сюда. Вот у нее вот эта часть округлая, хорошая, а эта часть плоская. Не норма. Не норма. Как будто бы. Сейчас узнаем, с какой стороны работает. Мышечный тест. Мышцы расслабляются. Раздражаю вдоль тройничного лицевого нервы. Активные рефлексы. А с этой стороны пропали. Сами по себе пропали. Значит, эта часть у меня остается в дисфункции. Так. Нет, зубочистку у меня. Сейчас зубочистку возьму. Раздражать можно чем угодно. Зубочисткой, перышком, ушной палочкой, любым пальцем. Пользуясь пальцем не очень удобно. Твоя задача, там где коснется моя зубочистка, сделать что-то. Окей? А глазки закрыты. Поехали. Не языком, щекой. Вот здесь. Да, вот, вот, да. Да, да, вот здесь. Шевели? Нет, не челюстью. Вот здесь. Вот, да, молодец, давай. Во, во, во. Теперь здесь что-нибудь придумай. Шевелите, не знаю. Шевели, шевели. Конечно же, у ребенка, который не понимает вас, вы не будете ничего спрашивать. Вы просто будете это делать. Просто делать. Давай, что-нибудь придумай здесь. Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Насик какой-нибудь. Ага, все. Какие-нибудь песенки знаешь? А стишки? А цифры? Ты чу-чу цифры не знаешь? А имена какие-нибудь знаешь? Ничьи? Даже мамины? Не волнуйся. Не волнуйся. Вспомни какую-нибудь песенку. Попробуй вспомнить. Сколько дома человек живет? Вспомни, кто живет. Перечисли. Мама, папа, папуля, деда, Вика, я и Дона. Щекотка меньше стала? Хорошо. Давите. Да. Что я сделал? Мы вчера это проходили, я включил ей кору. Нас заставил вспомнить, посчитать. И раздражаю рефлекс. И он гасится за счет коры. Пойдем, походишь? Боль прошла? Боль прошла. Не болит нож? Ходить легче? Нога ровнее стала? Немчательно. С чем работали? С ногой? Не головой. С нервной системой мы работали. Я для этого вам целый день это рассказал. Теперь сидя, садись. Мама не нужна теперь. Твоя задача? Смотреть вот сюда. Поворачивай только глазками. Только глазками. Голову поворачивай. А теперь туловище поворачивай. Ну и сестру. Близки. Все. Отлично. Теперь глазками смотришь. Глазками, 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 глазками. Головой повернулась. И туловище поворачивай. Все. Походи чуть-чуть. Расскажи мне. Нормально. Нормально. Боли нету? Ножку легче передвигать вперед? Толкаться легче? Угу. А ручка? Тоже лучше стало. Вот эти упражнения, три упражнения, ей надо делать каждый день 2-3 раза в день, чтобы у нее функция подолговатого мозга восстановилась. Ну, у нее функция мозга просто на уровне младенца. Понимаете? Пойдемте. Для чего мышечный тест еще, да, нужен? Пойдемте. Садитесь. Нет, ты сиди, а вы садитесь. Ручку на нее кладем. Дайте вверх. Для восстановления функции мозга. Вслух. Для восстановления функции мозга. Делать упражнения. Делать упражнения. Два раза в день. Дайте. Больше. Вслух больше. Больше. Дайте. Три. Три. Дайте. Угу. Неделю. Недели. Две. Две. Четырнадцать дней. По три раза в день. То есть моя задача, когда мама ко мне придет, вот все эти рефлексы ее учить делать. То есть она будет мне деньги платить, я буду заниматься структурными проблемами, которые умею убирать с черепа, с позвоночника и показывать ей упражнения. То же самое будете делать вы. Вы будете им показывать, что делать. Потому что за один раз вот это, оно не закрепится. Надо заново мозг учить работать. Принцип понятен? Ну. Упражнения запомнили? Ну так. Ну вы же ко мне придете. Все. Мы свободны? Да, мы свободны. Я вообще хотела с вами еще переговорить. Блин, у меня сегодня... Ну, вы можете подождать, я где-то в час освобожусь, или минут 10 перерывов, чуть попозже у нас будет. Давайте подождем. Ну, хорошо. Можно вопрос? Те рефлексы, которые не активны, не активизируют, а которые активны убрать? Да. У нее неактивны были лабиринты. Самый первый практически рефлекс. Самый важный. Да. Активный убираем, неактивный рождаем. Любой рефлекс должен родиться, сделать свою функцию, интегрироваться в нервную систему. То есть, угаснуть. Если рефлекс активен, значит, гипотонуси дадут мышцы? Если рефлекс активен, да, рефлекс, мышцы будут гипотонуси. Я здесь поводил, мышцы ослабы. А если ты поводил, мышцы не ослабы, гипотонусы? Да. Дальше я что? Нагружаю кору. А что мы вчера делали? Активируешь, да? Да, я смотрю, кора выполняет функцию рефлекса. То есть, если я активирую кору, я убираю ее внимание с этой проблемой. И проблема, она тупо вылезает. Ну, как мы вчера с маркером сделали. Я начинаю работать уже с рефлексом открытым, ну, который открылся. Я его как бы раскручиваю, чтобы он начал набирать обороты. Потом он наберет обороты, я включу кору, и он снова встроится в нервную систему. Ну, уже как бы в нормальной функции. А это означает, если мышца гиперактивна, то что он вообще не был активирован, или он... Мышца не гиперактивна. Я взял нормотоничную мышцу. Я для чего объясняю? Мышцы бывают нормотоничные, гипо- и гипер. Ни с одной из мышц я не работал. Мне не важны остальные мышцы в этом случае. Потому что, да, я взял какую-то нормотоничную мышцу мамы. Я же не девочку взял, маму взял. Я через маму спрашиваю. То есть, тело мамы, теле девочки очень много знает. Почему? Ну, потому что это часть мамы, да, это клетка по большому счету мамы. Норма. Я спрашиваю у тела мамы, здесь что? Он мне отвечает, здесь активно. Лабиринты. Лабиринты на глаз, честно говоря, определили. Но если бы не определил на глаз, я бы нагрузил кору. Посмотрел, у нее глаза вместе с головой начинают вращаться. То есть, они, как бы, знаешь, такое движение. Когда поворачиваю, они так... Да, дергаться начинают. Все, лабиринт не работает. Ну и сразу понятно, что лабиринт не работает. Если бы не увидел это, я бы нагрузил кору и сделал то же самое. Ну, заставил бы вспомнить ее, кто в семье живет. Мне просто интересно было то, что это тренировка, рефлекс, он вообще не был активен? Или он сам погостился? У нее поражение мозга. Трава была. У нее травма была. Мама уже об этом сказала. Поэтому лабиринт откуда идет? Лабиринт идет с уха. Я просто анатомию знаю, да? Идет сигнал с внутреннего уха на продолговатый мозг. С продолговатого мозга на мозжечок, с мозжечка на спинной мозг. И дальше контролируется статик, динамика, точнее, фулу. Скажите мне, баланс. Я просто это знаю. Ну вот, допустим, ты не знаешь. Я тебе рассказываю. Есть лабиринтный рефлекс, установочный, который занимается удержанием тела в пространстве. В ее случае нерабочие. Значит, в первую очередь нужно сделать, чтобы они заработали. Как только мозг заработает, тебе не нужно никакие мышцы там нажимать. Система сама все сделает. Усредненная норма у человека 30 тысяч нарушений у полуздорого. 30 тысяч нарушений в теле. Подсчет делали наши ученые. Ты 30 тысяч в жизни не разгребешь. Всю жизнь будешь лечить. Биохимия, эмоция, структура? Структура, там, метаболизм, все там. Понимаешь? Клеток-то миллиарды. Поэтому ты работаешь с нервной системой. Она все обо всем знает. Я вам рисовал кругляшок. Она все обо всем знает. Ты ее наладишь, она свою функцию начнет выполнять, и все эти там 30-20 тысяч нарушений, если не все, то половину она увидит и сама уберет. Ты там ничего не делаешь. Понял, да? А, структура появилась? Ну, это более-менее. Замечательно. Практика нужна. Да, в любом случае.